так друзья мы теперь приступим к спорке самого корпуса берем дно вымытая аккуратно и чистенько все дверки проверил закрепление все аккуратненько шевелится так открываем все дверки где у нас материнку тоже проспиртованную почищенную и ставим на место с наклончиком все материнка встала так она как вы помните была закреплена тремя вот такими вот стоечками вот видите разной длины стоечки а вот длинная вот сюда вот значит блок питания самое главное проверьте чтобы не было вздутых конденсаторов смотрим на полке если есть вздутости то сразу меняем все остальное чистенько так стоечки закручиваем до конца вот так вот чуть-чуть прям крепим аккуратно вот этим разъемчиком надо попасть вот на эти штыки сначала контролируем что при сборке вы не погнули эти штыки вот эти вот и вот эти вот потом только вставляем блок питания хотя нет я ошибся сначала ставить жесткий диск вот на жесткий диск русский диск уже с подключенным интерфейсом и д так отмечу полосочка вот с этой стороны вот жесткий диск с этой стороны первая ножка вот аккуратно надеваем его сначала разъемчик на деле разъемчик на деле и потом только поставили жесткий диск на место теперь но питание аккуратненько ставим на место так секунду так секунду надо понять что должно быть в низу жесткий диск вот питание да да жесткий диск все правильно вот вот лапки ложатся здесь промежутка между стойкой дисками вот все правильно значит сверху но питание аккуратно почувствовали что разъемчик пошел до конца и тогда только пускаем так здесь у нас были коротенькие винтики раз раз два два так вот так вот так вот так вот закрепили так здесь посмотрим потом здесь кажется через вот эту накладочку ну-ка смотрим да здесь через накладочку потом винтик пройдет теперь у нас интерфейс трекбола ставим на место вот так вот он как раз крепит вот эту вот лапку крепление жесткого винта так сверху так здесь не самый короткий винтик подлиннее здесь подлиннее были а здесь наверно все таки короткий а здесь наверно все таки короткий да короткий здесь подлиннее так вот закрепили и аккуратно надеваем разъем все проверяем чтобы вправо влево не сдвинуть потому что так можно погнуть ножки так все контролируем полноту надевания все еще или нет все разъем трейкбола готов в принципе вот я вам сейчас покажу вот трейкбол вот так вот надевается вот вот он вставляется и вот в этот этот ножевой разъем вот сюда вот входит вот сам шарик кнопочки сверху кнопочки сбоку мы пока его не будем крепить он выдвигается в самом конце ну и небольшой ноу-хау вот половина этой петельки вот здесь вот и вот здесь вот вы видите трещинка отломалась значит ну стандартно клеим нашим любимым клеем супер клеем но когда намазал обе половинки крепко прижал их они на место прям встали берешь щепотку соды и сыпешь на место склейки и получается вот смотрите видишь прям вот как сварной шов вот именно сода так реагирует супер клеем с этим китайским получается прям как сварочка рекомендую сейчас попробую поближе поднести если сфокусируется телефон вот видите прям как сварной шов прям вот когда прижимаешь отломанную пластмассочку из шва выступает клей бугорок и именно вот на этот бугорок прям как соль берешь щепоточкой и солишь и в результате реакции очень хорошая склейка получается так что рекомендую далее переходим к установке вот этой вот крышечки ее придется не просто так устанавливать она через нее проходит шлейфы монитора и соответственно надо будет еще и монитор собрать ну для начала соберем ее вот я с нее снимал вот эту платку вот он винтик этой платки это платка вот светодиодика включения и кнопки закрытия монитора она держится вот так на двух винтиках не все так просто накладку забыл установить вот накладочка на кнопочку вот на эту кнопочку надо надеть вот эту вот накладочку красивую надеваем ее точнее зачем надевать когда мы можем вот так ее вставить в отверстие а потом и в то отверстие вот это вот вот поставили теперь уже ставим плату все пошатали чтобы кнопочка легла как положено как положено так 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 не до конца затягиваем до конца венчика все здесь все готово теперь мы хотим надо очистить блок питания блок питания со стандартным компьютерным разъемом так что проблем не будет так проверяем винтики здесь и на защелках да все отлично винтики на месте 4 резиночки одна под пламбочкой и процент очень коржем это не не вот вы 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 Вот наш блок питания. Чистенький, аккуратненький, за исключением вот здесь перемычка стоит. Что такое, сейчас разберёмся, потом откроем. Так вот, блок питания. Смотреть здесь особенно нечего, просто продуть от пыли. Продуть от пыли и помыть корпус. Вот и всё. Откручиваем от корпуса винтик. Отнимаем полотно светодиодиком. Всё с двумя светодиодиками. Корпус идём, несем замачивать. Забыл вам показать модель блока питания. Сейчас резко сновиду. PSN671S. И вот, когда всё вымыто и высушено, начинаем процесс обратной сборки. Так, чуть-чуть капельки ещё, чуть-чуть прям остались. Так, тряпочкой протрём. Самое ценное, что после такой помывки аппарат, валявшийся много лет, не знамо где, становится стерильно чистый, как из магазина. Я с некоторой брезгливостью отношусь к тасканию техники домой, не пойми откуда. Так, вот первым делом крепим светодиодики. Вставляем их в отверстия. Вот, вот они оба встали. И маленьким винтиком крепим родное местечко. Так, платы я продул. Как мог, посмотрел на наличие вздутых аккумуляторов. В аккумуляторах ничего нет, всё чистенько. Всё чистенько и аккуратненько. И четыре винта. Сразу до конца не закручиваете. Закручиваем процентов на девяносто. После этого смотрим по периметру, чтоб трещинки были между корпусами такие, как положено. Всё ровненько. Кабель заделаем, как положено. Всё прижали, вот так вот, на рукой сверху. И дотягиваем до конца. Особо сильных усилий не прилагайте, потому что пластик всё-таки уже более, ну почти 30 лет лопнет стойко. И всё, и придётся клеить. Всё, видите? Щёлочка ровненькая. Кабель заделан, как положено. Всё чистенький, аккуратненький, прям как с магазина. Всё. Так, а кабель для дезинфекции берём вот так вот, спиртиком. Так вот, раз и всё. И он тоже идеально чистый. Не забудьте подписаться. Иногда выкладывают что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.